Друзья мои хорошие, всем привет! С вами Елена и вы на канале Мой Сад Моя Гордость. Сегодня я хотела с вами поговорить о прекрасном цветке Эримурус. Эримурус это по-гречески, как с греческого звучит, как Эримурус, а в простонародье его называют королевский костыль, либо игла Клеопатры, либо огненный факел. То есть это называют в простонародье этот цветок. Цветок очень шикарный, я хочу сказать, и стоит вообще задуматься, приобрести вот этот цветок, он просто будет вас радовать глаз. Хочу сказать, очень великолепно, я снимала ролик в прошлом году, показывала, как он цветет, рассказывала про этот Эримурус, как за ним нужно ухаживать, что нужно делать, где его лучше сажать, как вообще нужно подкармливать, но подкормку я в прошлом году не делала, и вот я сегодня хотела сделать подкормку, да, а кому интересно вообще, как и что вообще с этим цветком, я оставлю ссылку на вот этот ролик, да, кому интересно, можете зайти посмотреть. Этому Эримурусу получается 3 года, будет 4-й настанет, да, вот получается в мае я его приобрела, пойдет 4-й год. Хочу сказать, что первый год он у меня не цвел, в прошлом году он у меня зацвел, была одна дудка у него, одна красивая желтая яркая метелка, я была в восторге, я сняла ролик, показала, да, как он цветет. Хочу сказать, что Эримурус, он достаточно долго развивается, я имею ввиду, нарастает, поэтому цветок очень красивый на самом деле, и хочу сказать, что делить Эримурус нужно где-то на 5-6 году, потому что он очень долго, он такой, настолько он туго думы, очень долго нарастает. В общем, кому интересно, зайдите и посмотрите, друзья, я все про него рассказываю. Вот, я хочу сказать, что это прекрасный медонос, в плане того, что его любят очень пчелки, да, он прекрасный медонос, и сажать вот рядом с плодовыми деревьями, это просто одно удовольствие, друзья мои. Вот, ну вот, давайте сейчас мы приступим, я предварительно подрыхлила земельку, вот, сейчас нам нужно обработать от грибковых заболеваний, потому что зима у нас была достаточно теплая, и вот эти вот поры, которые грибковые, они сейчас, на данный момент, зима их просто не убила, они просто развиваются. Вот, я развела фитоспорин, развела его так вот тоже погуще немножко, сейчас я налью сюда водичку, не бойтесь фитоспорином, вы ничего не испортите, а только наоборот. Вот, сейчас мы это все дело перемешаем и польем, обрабатывать нужно на влажную землю, то есть предварительно, я вам уже сказала, я пролила земельку, теперь мы с вами сейчас все это дело обработаем. Вот, водичка у нас впиталась, фитоспорин у нас впитался, теперь я хочу добавить селитра, селитра это кальций, азот и фосфор, добавлять будем немножко, лучше немножко, чем нежели переборщить, я вам говорила, можно и вносить его, я имею ввиду под зиму, да, удобрение, можно вносить и весной, вот, но так как я осенью это не сделала, проведу сейчас, то есть я беру столовую ложку и где-то вот так вот я насыплю, получается где-то это 10 грамм, то есть получается вот на вот этот пустик, друзья, сейчас вот так вот мы это все дело разложим, так, теперь я что и сделаю, я снова закопаю вот это все, под грибу, потому что я знаю, заморозки у нас еще будут, это сейчас у нас пока тепло, вчера было минус, ой, плюс 27, сегодня уже похолодало, вчера ходили мы в маечках, вот, подгребли вот так вот и снова, друзья, обычной чистой водичкой сейчас мы еще раз польем, это для того, чтобы у нас эти гранулки растворялись там и делали свое дело, ну вот, друзья, подкормили мы, обработали наш цветок ремурус, я вам просто рекомендую его приобрести и вы останетесь достаточно довольны, друзья, в общем, кому понравился наш ролик с Катюшкой, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал и всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok